Девушки отдыхают Сценарий номер один Земная цивилизация продолжает ускоренно развивать техногенный вектор, ставший индустриальной двойка назад, ограничиваясь только размерами и ресурсами планеты. При этом потребление ресурсов кардинально не меняется, так как мировая экономика опирается на морально устаревшие и очень нежесоемкие технологии, в первую очередь транспортно-логистической технологии столетней давности. Вместе с тем главные ресурсы, расточительно потребляемые и уничтожаемые человеком-технократом в угоду человеку-техно-потребителю, на самом деле не общепринятые, а более значимые ресурсы, хотя они и возобновляемые. Первое. Это кислород воздуха, в том числе производит в него озон. Второе. Поверхность земли квадратные метры, на которой растут зеленые растения, вырабатывающие кислород и утилизирующие атмосферное СО2. Третье. Гумус. Живая плодородная почва. Четвертое. Минеральный грунт, подсилающий плодородную почву и накрывающий сверху добываемое сырье слоем толщиной иногда в один километр и более. Я видел карьеры глубиной 2 километра и диаметром 3 километра, где белаз 300 тонный, как муравей. Это там добывают сырье на такой глубине, а этот грунт весь выбрасывают в отвар. Именно в чрезмерном и во всем возрастающем потреблении названных ресурсов кроется корень всех глобальных проблем в современности. В 21 веке может быть поставлена последняя точка для нашей цивилизации в эксперименте, идущем на Земле вот уже тысячи лет. Аналогичным экспериментом в чашке Петри, только не в локальной, а в планетарной экосистеме. Известно, что в короткое время, съев ограниченные ресурсы и загрязнив все ограниченное пространство отходами своих жизнедеятельств, плесень неизбежно погибает. Главная причина этого. В чашке отсутствуют круговороты веществ, энергии, информации, не существуют трофические, то есть пищевые цепи, когда один вид живых организмов питается другими видами и их отходами. Именно в результате этих процессов, ведущих на планете непрерывно в течение миллиардов лет эволюции, и происходит образование главных биосферных отходов, гумуса и кислорода. Мертвая чашка Петри возвращается в свое же исходное мертвое состояние согласно второму закону термодинамики, возрастания антропии любой замкнутой системы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Каждый это 1,5 квадратных километров, они все пешеходные, рассчитан на 1,5 тысяч жителей. Средняя скорость в дальних поездках вдоль линейного города составит 400-500 км в час, поэтому за комфортный 30-минутный промежуток времени можно будет проехать 200-250 км. Предполагается использовать здание каркасного типа с панелями из вакуумного стекла, которое при толщине всего 20 мм обеспечит теплоизоляцию и квалентную кипичной стене толщиной 1,5 метра. Основа сырья – песка. На планете хватит на триллионы таких домов. В линейных городах планируется создать принципиально новую реликтовую солнечную энергетику. В ней будет использовано минеральное богатство древнего гумуса и энергия древнего солнца, акумулированное растительным миром во времена мезозоя и конозоя и сегодня сохранившееся в угле и в сланцах, в которые превратились все древние растения. Набором углей и сланцах, запасов которого на планете достаточно, минимум на 10 тысяч лет. И стантор – вот такие электростанции. Все отходы от горения угля, в том числе дымовые газы, шлак, шлам, зола и другие, будут смешаны с углем, не участвующим в горении, и с помощью специально подобных сообществ микроорганизмов включены нерастворимые соединения. В первую очередь, в реликтовый живой гумус, массовое производство которого поможет значительно увеличить плодородие Земли и со временем даже избавиться от пустынь на планете. Избыток углекислого газа от работы реликтовых солнечных ростанций будет подан в теплицы в холодных регионах мира или в аржереи в тропийских регионах. Их продуктивность растет от этого в разы. Тепло – это порядка 50% от энергии сгорания угля. Станет использоваться для нужд кластеров в линейных городах, а также для обогрева теплиц в холодном климате или кондиционирования ржерей в жарких странах. Ночной избыток электроэнергии будет направлено на дополнительное освещение теплиц и ржерей, что также повысит их продуктивность. Всю планету можно сделать плодородной, причем природными, а не техногенными методами, без химического удобрения и ядохимикатов. А жить возможно в том числе и Антарктиду. Ее гораздо эффективнее и продуктивнее осваивать, чем, например, чрезвычайно далекий, холодный и пустынный Марс. Только в Антарктиде с расчета 10 соток на человека смогут поселиться более 10 миллиардов человек. Однако, в первую очередь, расселение людей будет происходить в регионах с комфортным климатом, в частности вдоль экватора. Экваториальный линейный город протяженностью 40 тысяч километров станет основной артерией сети Тростнет. Его большая часть пройдет по океану. Здесь будет жить и работать порядка 100 миллионов человек. Это примерно 1% населения. До него, конечно же, на безопасном расстоянии, разметится взлетно-посадочная эстакада общепланетарного транспортного средства, или сокращенного ТС. Ковростанец связующим длинном или пуповиной между земной цивилизацией и растущей в космосе индустрией. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Наряду с этим произойдет перезагрузка нашей техногенной цивилизации в новую логику. Земля для жизни, космос для индустрии. Для реализации этих планов вполне достаточно 5 триллионов долларов инвестиций ежегодно. Данная сумма составляет всего лишь половину того, что предлагается сегодня ежегодно докладывать в так называемую ресурсную революцию на Земле апологетами и консервацией индустриального пути развития нашей цивилизации. Такого объёма инвестиций будет более чем достаточно для атомативного сценария, чтобы к концу XXI века завершить перезагрузку нашей техногенной цивилизации на космический вектор развития с бесконечным количеством ресурсов и совершить реальную, а не виртуальную ресурсную революцию. Основная часть техносферы разместится в космосе. На земле же, как отрасль, останутся только земное сельское хозяйство, медицина, земной экологически чистый транспорт и инфраструктура, земной экологически чистый строительство, пешеходные и линейные города, а также отдельные, опять же, экологически и безопасные, структурные элементы общинтарной энергетики, связи и машиностроения. На одной пятнадцатой суше или одной шестидесятой поверхности планеты будет создана антропогенная биота, которая станет кормить и обслуживать человечество, а на прочей территории Земли 14-15 суши или 59-60-х всей поверхности планеты будет сохранена естественная биота. Это обеспечит природную биологическую регуляцию окружающей живой среды, существовавшую до индустриального эпоху. Вынесение индустрии в космос даст доступ к неисчерпаемым минеральным ресурсам в Солнечной системе, в частности, к тяжёлым металлам, запасы которых на Земле ограничены. Например, астероид Психея, который находится между Марсом и Юпитером, имеет размер 250 километров, на 90% состоит из железа и никеля. Кроме того, общий запас из золота и металла в платной группе в породах этого астероида по оценкам составляет 110 миллиардов тонн минимальной стоимостью 10-18 степени. Ну, я перейду на более понятный язык, это миллион триллионов долларов. Миллион триллионов долларов. А стоимость железа и никеля в этом астероиде ещё на порядок больше, то есть 10 миллионов триллионов долларов. Ну, вот о нынешних ценах. Кроме того, космическое индустриальное жерелье нашей Головой планеты станет фландармом для защиты от космических угроз, в том числе метеоритной, и платформой для экспансии земной цивилизации в данный космос. И, наконец, самое главное. Земная цивилизация, выйдя за пределы биосферной чашки Петри, сможет устойчиво развиваться на протяжении неограниченного времени в пространстве бесконечной Вселенной. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok